Извините за видео, но недавно я приобрел новые кейкапы на Алиэкспрессе. Заказывал экспресс доставкой и даже переплатил за это. Но они все равно приехали только через месяц. Удовольствие такое стоило мне аж полторы тысячи рублей. Кейкапы эти называются очень смешно. Пудинги. Наверное из-за внешнего сходства с готовым пудингом из магазина. Так вот, сегодня я затрону достаточно важные темы и отвечу на интересные вопросы. Такие как, а нужно ли менять кейкапы или нужно ли чистить клавиатуру? Для начала, если вы хотите себе поменять кейкапы, то внимательно посмотрите. Вдруг у вас клавиатура от корсаров? Дело в том, что не каждая фирма делает стандартизированные размеры. У корсаров часто бывает такое, что нижний ряд никогда не подходит под стандарты. Так что не удивляйтесь, когда увидите, что у меня нижний ряд не был изменен. Ну а еще автор Дегройт и забыл подставить хды качество на записи. Ну и плюс записывалось это все на телефон с очень плохим освещением. Так что большая часть видео будет выглядеть как документальный фильм 90-х. В чем вообще смысл покупать такие кейкапы? В большей степени для красоты и отчасти для тактильных ощущений. Вся эта фишка с подсветкой делается только для одного момента. Это когда ты подходишь к компьютеру, включаешь его и какое-то время со стороны смотришь, за каким красивым компьютером ты сидишь. Сделаны они вроде из ABS пластика, на ощупь немножко шероховатые, что не скажешь от родных капов. В комплект входят сами кейкапы, ну и ключ для снятия этих колпачков. Но могли еще, наверное, что-нибудь присылать или положить за ожидание, считайте, вместо 4 дня они привезли через месяц только. Ну да ладно, а упаковано оно все равно супер правильно и даже все клавиши на своих местах лежат. После снятия старых капов вас ждет небольшой шок. Конечно, если вы любите часто похавать за капом, ну или делаете такую процедуру в первый раз. Я уверен, что у всех под клавишами скапливается грязь в какой-то степени. И что это дело, нужно прибирать время от времени. Зачастую там можно увидеть пыль, крошки, ну и волосы. Ну а чтобы все это очистить, вам нужен лизун с Алиэкспресса. Если по-честному, то все эти в кавычках быстрые способы почистить клавиатуру не работают. От слова совсем. Лизун этот, например, для чистки клавиатуры будет заползать под свечи или того хуже в сам механизм и останется там навечно. И никак вы его потом убрать не сможете. Методом вдувания тоже у вас ничего не выйдет. Ровно так же, как и с пылесосом. Там все равно будут оставаться крошки и волосы даже отчасти. Я даже решил найти новые способы сделать этот процесс более удобным и, возможно, отчасти даже быстрым. Я решил попробовать сделать вот что. Взял линейку, марлю и вату. После чего намотал марлю на конец линейки и начал чистить. Запомните. Никогда так не делайте. Частички ткани от марли будут вас раздражать больше, чем наличие грязи на клавиатуре. Ну, а вату после этого я тем более пробовать не стал. Однако, есть реально действенный метод, которым я хочу поделиться с вами. Делается это все буквально тем, что есть под руками. Спички и влажные салфетки. Все. Просто берете салфетку, наматываете на спичку и чистите. Салфетки я рекомендую купить влажные для оптических поверхностей. Цена им всего 200 рублей за 100 штук. Да, они еще и разводов нигде не оставляют. Однако, просто елозить между свечами все равно не получится. Вам придется набраться терпения. Чистить рекомендую по следующей методике. Мусор между клавишами выгонять в горизонтальные прямые, которые идут через всю клавиатуру. И после по ним просто выгоняете весь мусор клавиатуры вбок, в сторону, куда-нибудь влево вот у меня тут. По итогу на такую процедуру уходит не более часа времени. Извините, конечно, я хотел выделить этой теме целое отдельное видео, но решил вставить это сюда. Потому что это, ну, действительно актуальненько. Тем более, смотрите, какая красота получилась. Знаете, порой складывается ощущение, что корсары специально сделали такие некачественные кикапы. Клавиши с алика ставятся очень туго и не достаются просто пальцами, что не скажешь о родных, которые могут сами по себе слететь. Итак, пудинги эти на любителя. Просто рассеивающая полоса как бы справляется со своей задачей, но вам нужно для себя решить, нужно вам это или нет. Просто я понимаю, что люди как бы могут быть разными. Кому-то нравится много света, кому-то не нравятся светящиеся клавиатуры. Но лично мне все понравилось. И качество, и тактильное ощущение, и предназначение свое они выполняют полностью. То есть рассеивание света и получение большего удовольствия от количества света, соответственно. И да, тут нет гравировки русских букв. Сижу я, значит, весь такой радостный, да, видео доделал, вот убрал тут, все прибрал, чтобы не мешалось. Как вдруг вижу этот комментарий. Ну, конечно же, как же я мог такое забыть? Внимание, сейчас будем кликать по клавиатуре. Дело в том, что не каждая фирма делает стандарти... Дело в том, что не каждая фирма делает стандарти... А лизун этот, например, для чистки клавиатуры будет запаз... Взял линейку, марлю и вату. Гвозди. Так вот же они.